Слива Яхонтовая. Известный сорт плодовых деревьев Слива Яхонтовая появился на отечественном рынке как результат долгоисследовательской работы российских селекционеров. Специалисты действовали под эгидой Всероссийского института, основавшегося в городе Москва. Новый вид сливы был получен путем склещивания двух известных культур, а именно Евразии 21 плюс Смоленка. Данный сливовый гибрид предназначался специально для выращивания в условиях, характерных для средней полосы России. Но оказалось, что в суровом климате он в первые годы вегетации требует дополнительного утепления на время зимовки. Обратите внимание, при выращивании в теплых ужных краях особой необходимости в укрытии на зимний период, как правило, не возникает. Этот сорт недостаточно морозостойкой культуры отличается завидной засухоустойчивостью при условии правильно организованного ухода за деревцами сливы. Их плодоношение возможно только на третий или четвертый год после высадки молодых саженцев. В процессе вегетации цветковые почки растения практически не страдают даже от достаточно суровых весенних заморозков. Слива яхантовая Помимо этого, обладатели данной культуры могут гордиться ее хорошим иммунитетом к подавляющему большинству огородных болезней и садовых вредителей. После начала плодоношения слива приносит ежегодный урожай, который обычно собирается в конце месяца августа. Успешность вегетации и объемы урожайности этой культуры во многом зависят от места ее высадки и соблюдения правил хода. Описание и характеристики Полная характеристика самого растения и его плодов может быть представлена в виде описания особенностей сорта, включая его специфические признаки. Деревья сливы яхантовой с описанием сорта, который можно ознакомиться в этом разделе, очень сильно вытягиваются в высоту. Она может достигать порядка 5,5 метров. Крона у них достаточно аккуратная, с характерной округлостью, а образующие ее ветви и листву можно охарактеризовать как имеющие среднюю степень сгущенности. За сезон с одного сливового дерева удается снять до 45 минус 50 килограммов вкусных и сочных плодов. Ко времени полного созревания и сбора урожая плод сливы принимает приятный для глаза золотисто-желтый цвет с небольшим разбавлением точечным румянцем. Кожица у него очень тонкая, при этом вес отдельного экземпляра составляет примерно 25-35 граммов. Дополнительная информация. Если попробовать сделать сливе прививку от низкорослых сортов, это позволит несколько уменьшить ее размер в высоту. Еще одной особенностью этого вида является необходимость высадки поблизости других сортов, посредством которых осуществляется опылиния цветоносов. Относительно внешнего вида плодов сорта яхонтовая следует сказать, что форма у них правильная, округло-вытянутая. Вместе с тем мякоть сливы обычно желтоватая, золотистая и очень сочная по вкусу, напоминающая сладкий десерт с кисловатым привкусом. Особенности вегетации и ухода. Размножаться эта разновидность сливы может путем прививки и окулировки, которая проводится обычно весной или летом. Но наиболее простой и доступный всем садоводам способ размножения предполагает использование для этого срезанных с взрослого дерева черенков саженца. Если материнского образца в наличии не имеется посадочный материал, можно приобрести в соседей садоводов либо в притомниках, где его готовят специально на продажу. Высадка-посадка этого плодового сорта обычно производится самой ранней весной, в тот момент, когда появляется возможность движения соков по корням и стволу саженца. Место для высадки молодых отводков выбирается на хорошо освещенной и неподтапливаемой стороне садового участка. Предварительно с него удаляется весь скопившийся домашний мусор, а также старая трава и сорняки, после чего земля тщательно перекапывается. Слива саженец для высадки черенков потребуется вырыть небольшие приямки, их ширина и глубина выбираются одинаковые, примерно по полметра. Важно! При их обустройстве по центру ямы вбивается подходящая по длине палка, которая может служить опорой к ней и впоследствии подвязывается ствол саженца. После того, как при ямах готов, черенок фиксируется по центру ямы, а затем присыпается смесью, состоящей из следующих компонентов – минеральное удобрение. Органика. Выбранный ранее дерн. Формируемый послойно-земляной грунт при посадке тщательно трамбуется, что позволяет защитить корни растения от проваливания возможной пустоты. При этом сама корневая шейка саженца остается над поверхностью с запасом, равным примерно 5 сантиметрам. По завершении посадки на околоствольный круг выливается не менее двух ведер хорошо отстоявшейся воды. Далее для сохранения накопленной влаги земля внутри его мульчируется посредством торфа, для этого также могут использоваться опилки или перегной. С целью укрепления положения саженца, а также защиты от ветра северной стороны, его подвязывают олыш к опоре. Уход за молодым растением обслуживания и уход за данным сортом сводится обычно к выполнению ряда обязательных процедур. Систематическая прополка. Регулярный полив околоствольного круга. Прыхление грунта. Периодическая подкормка. Прополка организуется по мере необходимости, а частота полива зависит от состояния почвы. Она не должна слишком пересыхать. Обычно хватает одного обильного полива, организуемого раз в 2-3 недели. Обратите внимание, в летнее время для одного саженца потребуется порядка 50 литров воды. По завершении полива растения, лучшее время для которого утро, следует удалить разросшиеся сорняки, после чего производится тщательное разрыхление и дополнительное мульчирование. Во время созревания плодов сливой нельзя допускать сильного пересыхания почвы под ней. Полив сливы уход за грунтом сводится к ежегодной проверке его на кислотность. При обнаружении превышения этим показателем нормы в землю под саженцем добавляется зола или доломитовая мука. Уже на второй год вегетации сливового дерева посезонно по одному разу в почву добавляются азотные и калийно-фосфорные удобрения. В первую весеннюю пору в нее добавляется 30 грамм мочевины из расчета на единицу площади. Кроме того, каждый раз перед сбором урожая туда же кладутся два ведра хорошо перепревшего навоза. Для того, чтобы облегчить повседневный уход за подрастающими деревцами, примерно через год производится их обрезка и формирование кроны. Высотой не более 40 сантиметров. Притом для объемного разрастания оставляется не более 6-7 небольших веточек. Впоследствии производится регулярное, ежегодное прореживание молодых ростков будущего дерева. Формировка кроны Формировку кроны в виде бокала следует продолжать до начала плодоношения, затем она полностью превращается. После этого осуществляется лишь ее санитарная обработка обрезка. Кроме того, при уходе за деревцем первый сезон после посадки на зиму ствол сливы надежно укрывается, на него насыпается опавшая листва, перегной или торф. С целью защиты саженца от огородных вредителей необходимо будет организовать профилактическое опрыскивание посредством химикатов. Для предупреждения ряда заболеваний применяется бордосская жидкость. Чтобы всегда иметь под рукой сторонний опылитель, рядом со сливы этого вида чаще всего высаживают сорта память Семирязева, Венгерка, Московская, Скороспелка. Достоинства и недостатки К числу бесспорных достоинств данного сорта следует отнести возможность разведения и выращивания практически в любых регионах России. Прекрасные вкусовые качества Простота ухода за подрастающей молодой порослью Хороший иммунитет к большинству видов огородных заболеваний Единственный серьезный недостаток этого вида сливовой культуры – низкая морозостойкость. Также следует напомнить о необходимости стороннего опыления, вопрос с которым решается обычно в рабочем порядке. В завершении данного обзора отметим, что учитывая перечисленные выше достоинства сливы Яхантовая, современный дачник вряд ли откажется от разведения этого вида на своем приусадебном участке. Благодаря ему, можно реализовать мечты о том, чтобы лакомиться сладкими сливами и плодами собственного производства. 0.0 VOT ARTICLE RATING Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова